Госслужащие, зарплата которых выплачивается из местных бюджетов, уже несколько месяцев ее не получают. Это связано с тем, что у премарии страны накопили задолженности по зарплатам из-за того, что в прошлом году правительство постановило увеличить оплату труда бюджетникам на 1300 леев, не выделив при этом местным бюджетам дополнительных средств. В итоге премарии как северных, так и южных районов страны, которые выплачивали данную надбавку из местных бюджетов, столкнулись с дефицитом денежных средств и просят правительство компенсировать данные расходы. Мы обратились за комментариями в Министерство финансов. Подробности в нашем сюжете. Примар Сула Фештилица, Штефанводского района, первого энергонезависимого населенного пункта страны, сообщил, что местные бюджетники, в том числе 25 сотрудников премарии, уже несколько месяцев не получают зарплату. Он говорит, что люди с трудом покрывают свои текущие расходы, но продолжают работать. Уже три месяца, как у нас, нет зарплат. Теперь у нас действительно нет власти. Это было злоупотреблением со стороны министра Будянского. После этого он ушел с должности, этот НПОшник, потому что он не мыслил в финансово-административном контексте. Он мыслил в масштабах этих НПО. По словам председателя Гладянского района Андрея Кожакару, в местном бюджете образовался дефицит в 5 миллионов леев, после того, как оттуда были выделены деньги на зарплаты. Мы никак не можем справиться с этим, потому что у нас нет другой возможности аккумулировать дополнительные финансовые средства. У нас дыра в бюджете почти в 5,5 миллионов леев. Люди уже не получают зарплату. На протяжении какого времени? В сфере культуры уже два месяца, сентябрь, октябрь. Социальная сфера за сентябрь. Музейные работники уже три месяца не получают зарплату. Теперь мы не сможем обеспечить зарплатой и работников образования. Председатель Гладянского района говорит, что это не единственная проблема, с которой столкнулись местные власти. Эта дыра в бюджете образовалась в том числе из-за того, что были увеличены тарифы на электроэнергию и теплоэнергию. Мы по-прежнему получаем финансовые средства, исходя из старых тарифов, когда газ был еще по 5 леев. А прошлой зимой, как вы знаете, платили 30 леев за кубометр. А для местных публичных администраций данный аспект учтен не был. В свою очередь, примар Единиц заявил, что для выплат повышенных зарплат бюджетникам пришлось перенаправить средства, которые были предусмотрены в местном бюджете на восстановление инфраструктуры города. Представители местных администраций говорят, что политика в области оплаты труда – это политика государства, а не местных органов власти. А центральные власти, пообещав увеличить зарплату бюджетникам на 1300 леев, возложили решение этой задачи на местные органы власти. 1300 леев надбавки, а у нас более 800 работников. В сфере образования, культуры, библиотекари, сотрудники типографии – мы покрыли эти расходы. Но это бремя, потому что для города Единиц это около 4 миллионов леев. Мы могли использовать эти 4 миллиона для ремонта инфраструктуры города. Это проблема, потому что зарплаты не входят в компетенцию местной публичной администрации. Если государство берет на себя обязательства по изменению политики в области оплаты труда, оно должно выделить и ресурсы. Так было всегда. У нас действительно больше нет власти. Мы звонили и общались с госсекретарем Министерства финансов. Нам сказали, что решение найдено, и мы ждем, когда это решение будет предложено. Но они задерживаются. Мы обратились за комментарием к госсекретарю Министерства финансов Дине Рожко. Она заявила, что местные власти должны искать финансовые средства для решения данной проблемы. О каких зарплатах вы говорите? О зарплатах бюджетников. Направьте, пожалуйста, запрос. Министерство финансов не имеет долгов по зарплатам перед примарами. Увеличение на 1300 леев – это их полномочия. Местных публичных администраций, которые должны были определить ресурсы. Комментируя данную ситуацию, бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что правительство не соблюдает никаких законов, из-за чего многие люди не получили зарплаты за сентябрь и октябрь. Многие из вас не получили зарплату за октябрь, а многие и за сентябрь. Причина – те самые 1300 леев, выплату которых безграмотная и коррумпированная власть ПДС приняла на уровне закона, не перечислив необходимые деньги в местные бюджеты. После того, как в июне-июле запланированные на зарплаты средства в этих бюджетах закончились, правительство посоветовало местным публичным администрациям расплатиться с бюджетниками за счет отчислений в дорожный фонд. Но сейчас и там деньги закончились, и районы больше не могут выплачивать зарплаты, сталкиваясь с огромным дефицитом денежных средств. Коррекция бюджета в июне была сделана для того, чтобы выделить деньги министрам ПДС. По 50 тысяч леев в месяц каждому, а на 1300 леев для местных публичных администраций Майя Санду средств не нашла, написал Ион Кику на своей странице в Facebook. О том, что многие бюджетники не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев, говорит и исполнительный директор Ассоциации Форца Фермиэрилор Александр Слуцарь, по словам которого это вызвано огромным дефицитом бюджета, превышающим 14 миллиардов леев. Как считает Слуцарь, власть ждет, что дефицит будет покрыт за счет европейской помощи. Это связано с тяжелой ситуацией с бюджетом, что признал и премьер-министр, заявивший, что дефицит достигает 14 миллиардов, из которых к настоящему времени неизвестно, как покрыть один миллиард из этого дефицита. Ставка тех, кто находится во власти, на то, что опять поступят европейские средства на поддержку бюджета и как-то будут покрыты задолженности из этих денег. Но в целом это демонстрирует, насколько тяжелая ситуация в экономике страны. За комментарием по этому поводу мы обратились к пресс-секретарю парламентской фракции ПДС Адриане Власт, но она не ответила на наше сообщение. Администрация главы государства пока не представила официальной реакции по данному вопросу. Напомним, в начале этого года экс-премьер Наталья Гаврилица заявила, что с февраля работники бюджетной сферы будут получать надбавку к зарплате в размере 1300 леев, но не назвала точных источников, из которых должны были быть выделены соответствующие средства. В связи с этим представители правительства утверждали, что в налоговой политике есть положение, касающееся местных публичных администраций, которые позволят им получать больше доходов для покрытия расходов на заработные платы. Решение власти возложить на местные администрации повышение зарплат вызвало недовольство примаров. Местные власти Кишинева, Бельц, Камрата и других населенных пунктов объявили еще в январе, что у них нет денег для выплаты ежемесячной доплаты в размере 1300 леев. Конгресс местных публичных властей Молдовы в своем обращении к правительству заявил, что считает незаконным решение Кабмина о повышении зарплат работникам примарий и районных советов за счет местных бюджетов, а не из государственного бюджета, и что повышение зарплат на 1300 леев невозможно осуществить. Главная причина такого положения – отсутствие средств. На этом...